Игорь Михайлович, матч центральный получился в туре. Краснодар-Зенит. Великая победа Краснодара. 2-0. Ну и надо сказать, что несмотря на ошибку, все, наверное, по делу. Давайте, если разбирать составы, начнем с Зенита. Насколько удивлены теми перестанок? Все-таки Алекса не было. Глушенков в основном составе. Кассиера центр-форвард. Никакой Кассиера не центр-форвард. Извините, да. Лусяна центр-форвард, а Кассиера слева. Они начали. Потом они во втором тайме поменяют. То же самое мы говорим у Гальда левый нападающий, то же самое мы говорим у Кассиера левый нападающий. То есть Глушенков в своей позиции, но видно, что он еще пропустил. Хоть говорят, у него рука была, он двигался. Но все равно игровой тонус потерян. Вот. Здесь тоже можно говорить как-то по составу. Ну вот они, ну понятно, что они там Соболева не поставили. Остальное все нормально. Ну как бы выбор тоже Монтуана. Я не знаю, что он его заменил, правда. Монтуан вместо Славы. На правозащитника, да. Да. Вот. А так опять. Я не понимаю, как они... Вот. То есть Лусяна, у него сильная сторона. Вот он забил. Сейчас он, ну если его там ставить, он перестанет забивать. На мой взгляд, центрального нападающего. Его позиция слева. Справа. 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 Уход. Уход и туда. Но потом, когда они поменялись, он в принципе нормальный левого нападающего тоже. Ну точно это не Кассиера. Как левый нападающий. Во втором тайме Кассиера ушел играть центрального нападающего. То есть первый тайм они играли, что Кассиера слева. Ну тоже минус игрок. Ну минус два по этой позиции. Вот ты тоже берешь. Вот я говорю, ну тогда сразу ставь. Опять сейчас скажут, что вот советуют. Они там все знают, они все видят. Ну я понимаю, они все знают, они все видят. Но я тебе говорю, Кассиера, ну одна позиция. Ну как и у Гальда, Спартаке, у Кассиера одна позиция. Ну то есть если только ты в два не играешь. Как они с Сергеевым играли, он забивал Кассиера. Ну в прошлом сезоне. Ну вот, и Кассиера слева. Ну сложно представить. То есть середину там они завязывают. Ну пытаются завязать, а вперед. Ну так получалось, я говорю, Голошенков не в томности. Но все равно при всем при этом, ты говоришь закономерно. Закономерная игра это 0-0. Вот по этой игре, как многие не сожидали. Ну я тоже думал, что будет такая вязкая игра. Но она играет, если бы моментов не было ни у кого. То есть моменты какие, спирт сеанса штрафнул, он там лицом отбил. Латышонок там отбил. Кассиера тоже ему катит, он там штанга. То есть попадай, на мой взгляд, там. Ну то есть там все это было удары за штрафной. То есть моментов как таковых их не было. Ну то есть если считать Черников головой, ну это тоже там. Ну выше. Ну какой момент это? Да, достаточно много. То есть игра, но Краснодар уверенно играл. Знаешь как она была? Как вот большие команды играют? То есть это не то, что одни гоняют других там всю игру, эти на контратаках, а эти только обороняются на контратаках, а эти только атакуют и пытаются не пропустить эти быстроты. Ну то есть здесь с переменным успехом. Ну Краснодар уверенно выиграет и выгнет. Я говорю, Испертиан набрал как бы форму. Вот, но она такая тяжелая игра, потому что в плане обороны и те, и те, но они хорошо выглядят. И те, и те, и Краснодар мало пропускает, и Зенит мало пропускает. Ну да, по-моему, одни и пять, и другие и четыре. То есть они мало пропускают. Это очень мало, да. Вот, и она игра так, то Краснодар владеет там мячом, да, эти обороняются, то Зенит владеет мячом Краснодара обороняются. Таких вот прям быстрых атак я, ну я не увидел, что прям какой-то ошибка, значит тут в принципе не ошибались. То есть в таких играх, ну, нельзя ошибаться. И создали, ну и еще какие-то моменты, ну я говорю не моменты, а какие-то удары, которые могут залететь. Опять же, тебе, например, с 30-ти кто-то может плюнуть попасть, ты же не будешь говорить, что это момент был, да. Вот, ну как-то можно было попасть. Там Спертиан, по-моему, еще, ну я говорю, со штрафного. Ну, такого, ну ничего не было. Ну вот прям опасного. Ну то есть нулевая игра, равная нулевая игра, но, как говорят, что Краснодар так с Зенитом уверенно не играл, ну давно. Ну я согласен. Хотя, при Ивиче они играли, ну вот примерно как при Ивиче, на самом деле, но это опять же, ну то есть они комбинировали все равно. А, вот, а, ну вот когда Черников головой пробил, то есть они низу чук-чук-чук-чук, они разыгрывали. Потом еще там тут, а, Педро с левой ноги бил, во втором тайме тоже мог опасно, мог попасть. Ну там Аканцев, по-моему, да, спас. Ну он не спас, он просто в него ударил. Ну то есть такие, я говорю, удары. Вот игра такая, она солидная, она, но создать не могут, ну создать не могут. Тяжело создать что-то, да? Хотя мячом владели, пытались, Краснодар. Я говорю, ну они уверены. То есть видно, что они готовы идти там наверху. Ну то есть такая игра. Дальше вот дальше надо смотреть. Я говорю, в этих играх ничего не решается. Ну вот они обыграли, ну что, то есть хочешь сказать, что что, ну ничего. Ну, Игорь Михайлович, смотрите, ничего не решается. Вот мы же встречаемся после каждого тура. Первые три тура у Краснодара плохо, по-моему, три ничьи. Но потом победа, победа, да? Ну вот смотрите, что произошло. То есть они обыграли вообще весь тур, весь тур, весь верх, за исключением Спартака, но Спартака еще ждет там через два тура. Ну. Они приедут, будут играть. Ну, это прям заявка. Ну какая заявка, Сергей? Ну они обыграли сколько? Четыре команды они обыграли, да? Но они с кем потеряли? Ну, с... Нет, ну вот им как раз. Они потеряли с факелом, да. Вот им как раз. Ну как, факел, Махачкала и кто там еще? И чуть ли не Оренбург, если я этот самый... Смотри, нет, это важно очень. Это очень важно. Мы еще ехать, там, мы в Питер ехать, например. И мы еще с этими же командами играли. С Ахматом Оренбург, говорю. Они с Махачкалой, с факелом и с Ахматом, да, потеряли. Ну вот. Это три команды, которые там на вылет. Я к чему... Нет, я говорю, что... Это важно, конечно. Но это не показать. То есть ты сейчас... Ты представляешь, сейчас они обыграли Краснодар. И сейчас они поедут, ну, условно, вниз. И... Я не верю. Нет, сейчас они обыграли Зенит. Ой, Зенит, да. Да, Краснодар обыграл сейчас Зенит. И условно говоря, сейчас поедут, где-то проиграют. Хотя я не верю. Но они настолько сейчас уверены. То есть им надо держать. Вот им надо низ обыгрывать. И какой сейчас Краснодар, вот как они Акрон обыграли. Вот сейчас я вижу, что... Ну, Сергей, ты подожди. Еще зима. Еще до зимы. То есть я просто к чему говорю. Это не все решает. Ты Зенит обыгрываешь. Ты едешь... Я понимаю, о чем вы говорите. Ты едешь в нижний, проигрываешь 0-1, не можешь забить, а Зенит обыграет там, условно, факел какой-нибудь там, ну, я не знаю, низ. И все, и все то же самое. Ты в двух играх берешь три очка и там, и там. Да, просто здесь за шесть. Если ты Зениту проиграл бы, то Зенит бы от тебя отрывался. А так ты обгоняешь на очко. Но следующий тур, если ты там споткнешься в этой эйфории, а эти обыграют, то и все встанет на свои места опять. Вот как было до этого тура. Я тебе про это говорю. Да, я согласен. И если поделить пополам, ну, по идее, вверх делится пополам. Две ничьи, там выиграл, там проиграл. Ну, пусть один-четыре возьмет, другой один. Но это пять игр. Ну, то есть это пять соперников, это десять игр. Я правильно понимаю? А та, остальные там, поэтому я тебе говорю, что там все решается на 80%, а не в этих матчах. Эти матчи дают тебе уверенность. Ну, сколько было раз, ура, обыграли, поехали, на тебе, Борембург. И все, и все вернулось через тур. Я об этом говорю. Ну, вот этот Краснодар сегодняшний, я думаю, что они вряд ли будут, ну, как бы, терять. Там середины снизу. Слушайте, давайте о заменах поговорим. Все-таки вышел во втором тайме Караваев на позицию правого защитника. Потом поменяли Глушенков-Мостовой по позиции. Потом поменяли Кассиера-Соболев. Ну, да, ну и Педро я забыл. Педро, конечно же, вместо Лусяна. Что вы скажете? Нет, ну я тебе смотри. Что произошло там? Произошли замены. Вот смотри, когда выиграли-то. Какая атака была у Краснодара и какая атака была у Зенита. То есть на 82-й минуте вышел Федя. Это вот последний замен. То есть атака. Краснодар, счет 0-0. То есть это тоже надо говорить, потому что не так все просто. Понимаешь, потому что Мусаев можно говорить, но он Козлова выпустил. Он убрал Исай Бачи при 0-0. То есть он выпустил слева Козлова и справа он выпустил Федю. Это можно тоже относить к тому, что Кассиер крайний нападающий, Угальдер крайний нападающий и Федя крайний нападающий. Но он его выпустил. И что по Феде, я тебе могу сказать. Но он внутренне точно в порядке. Потому что вот как ему ходят. Он в Динамо, знаешь, у него там недовольство было, когда он не играл. Он в оттяжке играл. Ну ладно, сейчас вообще право нападающего. И у него такой, ну неспокойствие какой-то было, раздраженность какая-то. Здесь он вообще спокойняк. То есть он не играет и он спокойно. Видно, ну знаешь, как, и видно это его, такой, родная земля. Знаешь, он здесь вообще феерил так, что он как два раза лучший бомбардир. И как бы он чувствует, это аура Краснодара, это его. И он туда переехал, видно разговор был. Федь, там, ну скорее всего, там, ну не скорее всего, это Кордубу, там, где надо помочь, раздевалка, там. Я думаю, что вот он как раз функции свои выполняет. Он спокойно выходит на замену и вообще гол забил. И поставили его право нападающего. То есть 0-0. Нападающий Кордуба, справа Федя, заканчивают. Слева Козлов. Кастанье вместо Черникова. Там нападающий Соболев, Мостовой и справа Педро. Справа Педро, а не слева. Ну то есть, ты так смотришь, расклад в конце. Но эти... Ну хотя, опять же, ты скажешь, Федя справа. А что Федя справа? Он там отыграл, он со своим там бегом. Там с добавленным, там 15 минут, он в этой позиции отыграл. И что получается? Ну вот ты смотришь, вот такой Соболев, который не играл. Андрюха не... Андрюха не в порядке. Хорошо, да. Это хорошо было. Андрюха не в таком порядке. И Педро не слева. Откуда он как бы все это делал, да? То есть середину там обострял. Хотя он здесь слева и пробил. И ты понимаешь, что мощнее-то Краснодар в концовке. Ну вот так вот, если по составу смотреть. Вот так расклад на конец. Ну то есть все думали, что будет 0-0. Ну как бы 0-0, но в принципе 0-0. Они бы доиграли, если бы не эта скидка. Вот, я тебе говорю. Но все равно ты скажешь, Федя же забил. Все равно ты скажешь, а вот замены Краснодар сделал, а вот замены сделал Зенит. И они бы играли. Какая разница? Замены Караваева ты выпустил же вместо Монтуана. То же с чем связаны травмы, я не знаю. Ну как они играли, Монтуан по-моему нормально играл. Ну на мой взгляд, я не знаю. Слава Боле оборонительный, может он почувствовал, что там СА. Ну как бы он там подсядет Монтуан. Во втором тайме, ну все-таки вот тут на дриблинге, там на скорости. Я не знаю, как он. И здесь-то просто отход от своего стиля. Какой, он же просто долбанул туда. Никакая не нацеленная передача была. Просто защитник, кто там, крайний защитник, по-моему, был. Ну кто-то. Он просто на него бегут, он просто как дал туда. И что получается? Вот сейчас вот, я знаешь, как представил, я так думал. Я думаю, в больших командах, ну совсем, в европейских. И мне в голову пришел Кровахаль. Я вот думаю, Кровахаль мог бы так скинуть или нет. И я тебе скажу, что очень такая сложная ситуация для Кроваев. В каком плане? Кордуба грамотно сыграл. То есть это всего три секунды, пока мяч летел. Может даже меньше. То есть он долбанул туда. Ну все, и мяч летит Кроваев. Значит, что можно сделать? Можно подстроиться, дать туда. Можно скинуть вратарю. Можно нагнуться в последний момент и пропустить. Ну, Кордуба, он же был за защитником. И вот он, знаешь, как, он, ну это просто доли секунды, вижу, ну вот я это вижу. То есть если Кордуба заранее побежал бы, то слава бы, то есть если он совсем заранее побежал, то бы он подстроился и выбил. Если бы он чуть позже побежал, то есть он так краем глаза бы раз, что Кордуба пошел, он бы нагнулся, ну или как бы чиркнул туда. Он бы не стал отдавать. А Кордуба вот настолько он грамотно, я тебе говорю, это доли секунды. И может быть даже он, ну как бы, это осознать очень сложно. Знаешь, как у тебя пролетает в голове, ну ты это не мысль, ты не можешь проговорить это. Просто у тебя раз в голове. И он летит, и он понимает, что он будет скидывать. И он придержал, ну как бы сам себя придержал. И как только слава принял решение отдавать, то есть он уже поменять не мог, он уже не нагнуться не мог, не выбить, то есть он уже настроился, и он в этот момент рванул. И он отдал, он сильнее не мог он дать. Он мог уже тогда, ну то есть он, когда отдавал, он еще не видел Кордубу, что он бежит туда. И он отдает, и кто-то обкрадывает и забивает. И, ну как, грубейшая ошибка, конечно. Но если вот так копнуть, то Кордуба красавчик. Понимаешь, он, ну как бы, он его спровоцировал на эту историю. Ну слава, чтобы он начал сюда отдавать, а там не построился и не выбил. Конечно, грубейшая ошибка. Которая решила исход. Ну нулевая ничья. Уверенно играли и те, и те. Мне больше нравился Краснодар. И потому что, ну потому что у них все отлажено. И манера игры, и позиция, и требования по позициям никаких не чудят, ни в три, никто там не меняется. А эти мне, мне не нравится, что Кассер играет слева. Потом я говорю, во втором тайме они поменяли этот. Лусяну стал играть левее. Он поинтереснее выглядит. Ну то есть Лусяна выглядит интереснее Кассера слева. И Кассера выглядит интереснее Лусяну центральной нападающей. Они первый тайм, ну, отыграли. Вот так, хотя, если посчитать, моментов не было, а так вот удары какие-то, ну так чуть-чуть небольшое преимущество, ну, у Зенита. А так все, вот, грубая ошибка. Решается игра. И второй тоже Козлов грамотно. То есть они убежали. Я говорю, поучаствовал то и Козлов, во втором голе и Смолов поучаствовал. То есть вот он замены сделал. То есть он рано не начал отдавать Козлов. Потому что вот я всегда говорю, когда ты выходишь, они выходили 4 в 3. И он тащил до последней, до штрафной. Зенит правильно делал, что сужали. И на линии штрафной они начинали встречать. Но он отдал Федя. Я просто не знаю, кому он отдавал. Мне показалось, что он Феде катил. А Федя так пропустил. Кордуба в зрячую. Федя в пустые. В пустые. Зениту забить. Извините. Это уровень. Вот. Поэтому вот такая игра. По мне она нулевая. Ничья. Грубую ошибку допустил. Допустил Зенит. Но предпочтительней в целом, я говорю, включая и состав. Зенита выглядел Краснодар. Ну да. Слушайте, ну и матчи-то другие были. То есть тоже сенсация вообще. Дзюба опять забил команде Карпина. Ростов, Акрон. Что вы скажете? Ну 0-2. Не, ну я скажу. Я же не грудь. Ну там я последние полчаса смотрел. А, не одновременно. Ну они одновременно играли, да. Не, ну что я скажу, что... Ну а Крон ничего. Кстати, по моменту. У них моменты были. Вот этого парня, который все грузил. Левоногий, я не помню, как его фамилия. Он его справа, они его сейчас слева поставили. Это он отдал голевую передачу. Тот головой. Вообще здорово. Карпин поменял двух крайних защитников и поменял Щетинина, Кучаев. То есть он сделал три замены. В перерыве, ну понятно, потому что 0-2 было. Вот. Еще по Акрону. Вот то, что он с тобой говорит, что надо в Дзюбу отдавать, низом, когда он штрафной. Вот они ему сейчас отдали. То есть тогда еще проще ситуации были. Потому что можно было с щекой коридор, там передача метров 20. А здесь как бы... Я думаю, что они поговорили. И в том числе тренер. Потому что нельзя на это... По прошлой игре нельзя на это не обратить внимание было. И опять говорю, он парня этого Левонога, он туда его, ты сам, отправил. Ну на левый фланг. А здесь вот этот темненький, который забил первый гол. Вот он справа играл. Ну прилично. У него же там еще момент какой-то был. Вот. И... В Дзюбу он отдал прострел. То есть он не верхом стал давать, а давал. Ну как она такая для приема неудобная. Почему я говорю, Дзюба техничный игрок обработает эти... Ну не просто была эта передача, она же не низом шла. Она такая сильная, как прострел. И она шла от земли. Ну и он обработал, поставил корпус. И пробил. Ну вообще... Ну то есть уровень игрока. Вот он. И я говорю, им надо больше вот эту историю делать. Даже не такое. Вот когда он спиной в штрафной, когда они против своих там конкурентов будут играть. Ну хотя, ну как, Ростов мы рассматриваем как бы середина. Вот. А про Ростову, ну что, у Галенкова момент был. Хороший. То, что Махиби вышел. Я так понял, что Махиби вышел. Он же... Кто Галенкова-то? Ну короче, Галенкова он убрал, там Махиби начал. Да. Я так особо говорю, не уловил. Но Галенкова убрал, коли нету. Да. По-моему, там Махиби что-то стал играть центрального нападающего. Но я боюсь ошибиться. Вот. Ну у них были там Галенкова. Ну опять удары. Ну явный момент, конечно, был, когда они ошиблись, Акрон ошибся, их там накрыли. Галенков когда бил, он там с 8-7 метров, ну вратарь потащил. Он с пушки дал, он успел там руку поднять. Вот. Ну вот такой самый явный момент. А так они били, Глебов там бил в первом тайме. Вот. Ну у них какие-то моменты были. Но во втором не так много. Это все в первом было. А во втором... Ну в общем, ну Акрон выиграл. Ну что, я так, я по моментам посмотрел, у Акрона были моменты. То есть они так, ну достаточно уверены. Они в атаку-то весело на самом деле, да. Да, а здесь Валерий Георгиевич, не знаю, подкипел. Но видишь, как он забил из-под этого слева Игнатов, парень какой-то. Да, у них левого защитника играл. Он из-под него головой забил. Ну это такой высокой подачи, конечно, он не должен был там давать так сыграть. То есть надо выпрыгнуть, просто вот толкать каким-то образом. Ну то есть у него претензии к двум крайним. В середине. Ну то, что Махиби вернулся, я думаю, позитивно для Ростова. Ну дальше так, ну наверное по делу. Еще одна игра, на которой была ЦСКА Ахмат. 3-0 удивительно вообще, насколько ЦСКА уверенно выиграл. Но все началось-то на самом деле с вот этого удара об босса. И так в ближний угол опустил Шелия. Или здесь рикошет, как бы у вас нет вопросов. Здесь надо сказать, что они агрессивно играли. Начали Ахмат в стиле таком агрессивном. Мы... Продолжение следует...